В эфире выпуск новостей в студии Наталья Стофеева. Здравствуйте! Погибли два человека и еще один госпитализирован в тяжелом состоянии в результате ночной аварии между селами Молога и Пивденная Белгород-Днестровского района. Водитель БМВ польской регистрации в условиях скользкой дороги не справился с управлением, зацепил обочину и перевернулся. Для извлечения людей из салона спасателям пришлось применить специнструмент. 27-летнего водителя БМВ выбросило из автомобиля на несколько метров. Это спасло ему жизнь. Сейчас мужчина находится в хирургическом отделении городской больницы Белгород-Днестровского. Пассажиры парень и девушка 27 и 25 лет погибли на месте аварии. Спасатели смогли извлечь их тела из покореженного авто с помощью шансового инструмента. По факту аварии начато уголовное производство. Ведется следствие. Ночью в Одессе на улице Кастанди также произошла авария с пострадавшим. Не справившись с управлением, водитель легковушки врезался в дерево и оказался зажатым в салоне. Его извлекли сотрудники ГСЧС. Скорая госпитализировала мужчину в состоянии средней тяжести. О днем на улице Академика Королева на участке между площадью Независимости и рынком Южный мопед сбил женщину-пешехода. По данным патрульной полиции, пешеход пересекала проезжую часть дороги в неустановленном месте. В результате происшествия женщина получила травмы ноги. Доставлена в больницу. На месте происшествия работал следователь. Движение по улице Королева в данном участке было затруднено. В 14.00 по киевскому времени президент Петр Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны объявил о прекращении военного положения, которое, напомню, ввели в конце ноября на территории 10 приграничных областей, среди которых и Одесская. Глава государства подчеркнул, что решение принято, несмотря на то, что особого снижения военной угрозы не произошло. Но за прошедший месяц украинские войска значительно усилили свою боеспособность и оборонные возможности украинских вооруженных сил находятся сейчас в абсолютно другом измерении. Президент Украины также перечислил мероприятия, которые были проведены во время военного положения. Минобороны и Генштаб передислоцировали войска туда, где они более всего необходимы в условиях роста военной угрозы. Серьезно усилена противовоздушная оборона в южных и восточных областях. На 2-3 месяца ускорили передачу техники и вооружений войска. Были проведены военные сборы резервистов первой очереди, подчеркнул президент. В большинстве военкоматов количество резервистов в 3-4 раза превысило их необходимое число, уточнил глава государства. В областях с военным положением также провели сборы военнообязанных, назначенных частям территориальной обороны. Также во время военного положения усилили охрану государственной границы и объектов инфраструктуры. Благодаря военному положению состоялась строгая проверка систем военного управления, вооружения, обеспечения. Пётр Порошенко добавил, что принял решение не продлевать военное положение, чтобы не пришлось откладывать выборы президента Украины, назначенные на 31 марта 2019 года. О бессмысленности продления военного положения говорят и эксперты. В целом, можем констатировать, что всё же, скорее всего, целями военного положения были именно политические процессы, а не военные и не социально-экономические. Военное положение не будет продлено. Мы видим, что парламент разъехался, несмотря на то, что он должен был заседать в постоянно в сессионном режиме. Депутаты уже принимают избирателей на заграничных избирательных округах, под тёплым солнцем, в тёплых морях и океанах. Поэтому продлить его некому. Государственная пограничная служба за время действия военного положения в 10 областях не пропустила на территорию Украины порядка 1650 граждан Российской Федерации. Лишь за последние сутки в Украину не допустили 89 граждан России. Напомню, в связи с военным положением ведомство усилило меры контроля на границе и ограничило въезд в страну граждан Российской Федерации мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. На КПП Одесского региона, находящихся в ведомстве Южного оперативного управления, за этот период не получили разрешения на въезд 106 подданных РФ. Всего же пограничники не пропустили в страну 465 иностранцев. За время действия военного положения в Украину въехали 700 тысяч человек и 160 тысяч различных транспортных средств. По данным ведомства, эти показатели можно считать среднестатистическими. В свою очередь, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов допустил, что ограничения для мужчин-граждан Российской Федерации при въезде на территорию Украины могут остаться и после прекращения военного положения. В Одессе прошел последний в нынешнем году исполком. Среди немалого числа вопросов чиновники, в том числе, проголосовали за комплексную городскую программу сохранения и развития исторического наследия города Одессы на 2019-2021 годы, а также за программу экономического и социального развития Одессы до 2022 года. Оба эти документа для их реализации должны быть еще утверждены депутатами. Изменили чиновники и некоторые тарифы на содержание домов и придомовой территории для управляющей компании. Говорили и о тарифах для международного аэропорта Одессы и бюджетных организаций. Отметили успехи мэрии и на дипломатическом поприще. Одесса подписала протокол о намерениях, про сотрудничество и по братимских отношениях еще с одним городом – марокканским Маракешем. «Работа проводится, и поверьте мне, очень много было претендентов на взаимоотношения, на подписание договоров, в том числе и столицы нашей страны, на подписание дипломатических отношений с Марокком. Но Одесса сегодня стала первым городом в Украине, и это наша с вами заслуга». Часть вопросов исключили из повестки для нынешнего заседания. В частности, речь идет о тарифах на содержание животных. Чиновники пояснили, почему. «Сегодня мы инициировали исключение этого вопроса из повестки дня по одной простой причине. Параллельно с этим решением мы готовили решение о внесении изменений в правила содержания животных. То есть эти два решения шли параллельно. Получилось так, что решения по введению тарифов были согласованы немножечко раньше. Стоимость складывается из стоимости жетона, который будет выдаваться, и паспорта на животное. Порядка 80 гривен будет стоить регистрация». Уже после заседания городской голова ответил на вопросы журналистов. Шла речь и о доме Русова. «Когда мы говорили о проблемах дома Русова и сомнительном уводе его из громады, когда мы говорили о сомнительном уводе из городской собственности нашего ЗАГСа, мы показали всем одесситам. Мы вернули ЗАГС коммунальную собственность. Об этом же не говорят никто. Об этом надо говорить. Дом Русова – это беспрецедентный случай для всей Украины. Не было такого масштабной реконструкции здания, которое практически уже вот-вот должны были мы потерять. «Мы потребуем от тех, кто сегодня по-хамски относился к городу, в том числе и от областных структур, которые должны были смотреть и следить за сохранением нашего культурного наследия, в данном случае памятника архитектуры, которые сегодня ничего мне не находят, как только пытаться с нас что-то требовать. Мы напомним их о их обязанностях. У них не только право есть требовать и надзирать, у них еще и обязанности. И мы напомним в ближайшее время их». Реконструкция центра Одессы и глобальные вопросы городского транспорта продолжит решать и в следующем году, уточнил городской голова. «Сегодня городской транспорт, который у нас умирал, и вы помните, страшно было заходить в эти троллейбусы, а люди у нас, категория людей с инвалидностью вообще не могли туда зайти. Сегодня мы говорим о том, что приятно зайти в транспорт, он чистый. Наша задача, и задача наша на 2019 год, мы готовим концепцию о парковках, расчистить центр города. Все это делалось, это может быть не так видно, но это системно. Сначала нужно было привести в порядок городской транспорт, чтобы люди поверили. Сегодня нужно сделать так, чтобы этот транспорт ходил четко по графику. Для того, чтобы ходил четко по графику, нам необходимо в ближайшее время принять концепцию по парковкам в городе». Геннадий Труханов назвал первостепенной задачей 2019 года и формирование Одесского лобби в Верховной Раде. «Нам необходимо в 2019 год сделать решительный шаг на сформирование в парламенте Украины Одесского лобби. Эту задачу мы ставим перед собой. Я хочу, чтобы народные депутаты, которые делегировала громада города Одессы и Одесской области, там объединилась не формально, а реально. И чтобы голос наших народных депутатов, в которые каждый избиратель вкладывает свои надежды о том, что Одесса будет представлена в высшем законодательном органе, она была действенной». Зимние каникулы и сопровождающие их праздничные мероприятия для детей набирают обороты. А это значит, что у одесских ребят появилось не только много свободного времени, но и множество адресов, где их ждут театральные постановки, уличные акции, аниматоры и подарки. И потому будет не лишним напомнить юным одесситам и их родителям о безопасности на дорогах и в целом на улице города, считают правоохранители. Сотрудники Управления патрульной полиции подчеркивают, во время праздничных дней каникул родители в обязательном порядке должны регулярно напоминать своим детям о правилах дорожного движения и личной безопасности. Кроме того, взрослым всегда необходимо иметь информацию о местонахождении ребёнка и его планах на день. Такой короткий детский инструктаж должен быть в обязательном порядке со стороны родителей. То есть напомнить о правилах безопасного перехода дороги, о правилах поведения на улице, а также правилах поведения с общениями, общения с чужими людьми. То есть это то основное, что, в принципе, мама должна делать всегда, постоянно, ежедневно. Говорить, напоминать и показывать должный пример. Ну, конечно, контролировать. То есть на сегодняшний день у всех деток есть мобильные телефоны и, в принципе, постоянно установить какой-то временной интервал, а может быть и чаще, полчаса, час звонить ребёнку, чтобы он отзвонился родителям, говорил, где он, что он и как у него дела. То есть это в обязательном порядке всегда. Если же ребёнок пассажир и едет вместе с родителями куда-либо на автомобиле, то сотрудники патрульной полиции настоятельно рекомендуют перевозить малышей и дошкольников в специальных детских автокреслах, а школьников пристёгивать ремнями безопасности. Детские кресла. Мы рекомендуем, чтобы родители всё-таки задумались над этим вопросом и использовали. Почему? Потому что это безопасность, прежде всего, малыша. Если это грудничок, то это люльки, закреплённые в салоне автомобиля. Если это ребёнок-малыш, то это детские кресла. Если ребёнок, который уже подросток, то ремень безопасности. Ну, конечно, ремнём безопасности рекомендуется пользоваться всем, кто находится в салоне автомобиля – водитель и пассажиры. Говорим ребёнку о правилах безопасности. Он пристёгнут и ведёт себя должным образом. Что же касается самостоятельного передвижения ребёнка по проезжей части, то все нюансы, связанные с правильным переходом дороги, также должны быть доходчиво изложены взрослыми. Это переход дороги в установленных местах, это перекрёстки на зелёный сигнал светофора, нерегулированные пешеходные переходы, опять же, внимательно, максимально. Обязательно надо объяснить ребёнку, что пешеходный переход – это зона пешехода, но опять прописано это в правилах, это говорится всегда и везде, что не выбегаем, не выходим, не глядя, а посмотреть, убедиться в безопасности и только потом перейти. Если есть сомнения, то попросить помощи взрослых, которые переходят дорогу. То есть это то, что должны всегда говорить родители и показывать должный пример. Ещё одна категория граждан, которые также нужно быть особо внимательными в зимние дни на дорогах и тротуарах – это пенсионеры. Правоохранители не рекомендуют пожилым людям выходить из дома в гололёд и советуют быть крайне осмотрительными на улице. Мокро, скользко, темно, поэтому хотелось бы, чтобы были более внимательны. Если мокро, а сейчас как раз такая погода, то есть и дождь, и сразу же это замерзает. Если нет острой необходимости не выходить на улицу, особенно вечером, тёмные участки, скользкие участки улиц. Поэтому быть предельно внимательными. Если нужны продукты, понятно, что выйти, прогуляться, но внимательно и глядя под ноги, чтобы это всё было максимально безопасно. Переход дороги. Зачастую пожилые люди сетуют на то, что далеко идти до пешеходного перехода, собственно говоря, потому они переходят там, где удобно им. Но сразу скажу, что это достаточно опасно, потому что поток транспорта достаточно усиленный сейчас, праздничные дни, то есть все куда-то едут. Поэтому всё-таки пройтись, прогуляться, подышать воздушком и перейти дорогу только там, где это разрешено. Осторожность в зимний период не помешает не только детям и пожилым людям. Но и другим горожанам напоминают сотрудники полиции. Никому не стоит забывать о личной безопасности и о необходимости оградить от возможных неприятностей своих ближних. В декабре высшие учебные заведения уже публикуют условия вступительной кампании 2019 года. Школьникам выпускных классов уже сейчас можно определяться, по каким предметам необходимо будет пройти внешнее независимое тестирование. Ребятам предстоит сдавать как минимум три экзамена в форме тестов. И преимущества выпускников некоторых колледжей, которые ранее на основании договоров между учебными заведениями могли избежать процедуры тестирования, постепенно сокращаются. Что изменится в ближайшие два года для учащихся вузов первого и второго уровня аккредитации, после новостей в программе «Тема дня» расскажет директор Одесского регионального центра оценки качества образования Анатолий Анисимов. Сейчас немного изменилась ситуация. Во-первых, независимые независимые оценки будут все складывать, независимо от того, где они учатся, в школе, в профтехучилищах, в колледже. То есть, кто сейчас желает после 9 класса пить в колледже, чтобы не складывать тестирование, такого уже не будет? Во-первых, в 2018 году все, кто учатся в колледже, складывали державную подсумковую аттестацию с украинской умовы, обовязково через ЗНО. В 2019 году они будут складывать украинскую умову и математику, або историю Украины на выбор, и только один предмет остается для складания в своем учебном заходе. А в 2020 году вообще не будет разницы, что ты учишься в школе, в техникуме, в колледже, в ПТУ, вся державная подсумковая аттестация будет проходить однако через ЗНО. И не будет разницы, что ты после 9 класса пошел, например, до колледжа, далее ты все равно должен складывать зонечное независимое оценювание. Спасатели получили сообщение о задымлении в подъезде девятиэтажного жилого дома. На месте ЧП обнаружено возгорание домашнего имущества на площади 18 квадратных метров в квартире на третьем этаже. Тело хозяйки обнаружено после ликвидации огня. Как пояснил правонарушитель во время проведения санкционированного обыска, патроны он приобрел у знакомого с целью охоты примерно месяц назад. Изъятые боеприпасы направлены на экспертизу. Начато уголовное производство. Более сотни патронов калибра 7,62, предназначенных для стрельбы из автоматического оружия, обнаружено в домовладении 44-летнего жителя города Южный. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. Как пояснил правонарушитель во время проведения санкционированного обыска, патроны он приобрел у знакомого с целью охоты примерно месяц назад. Изъятые боеприпасы направлены на экспертизу. Начато уголовное производство. Новенькие иномарки скорой помощи, повышенной проходимости, полностью укомплектованные самым современным оборудованием. Такой подарок в канун Нового года получили 18 медучреждений Одессы. 11 фиатов Фиорино и 7 малолитражек Юбо будут на обслуживании как взрослых, так и детских поликлиник. Обязанности Санта-Клауса взял на себя департамент здравоохранения Одесского городского совета. Ключи от автомобиля неотложной помощи вручаются коммунальному некоммерческому предприятию Центр первичной медико-санитарной помощи номер 2 Одесского городского совета. Центр первичной медико-санитарной помощи номер 3. Центр первичной медико-санитарной помощи номер 4. Сотрудникам медучреждений такая машина позволит ускорить процесс оказания помощи и, соответственно, улучшит ее качество. Для каждого центра первичной медико-санитарной помощи большой праздник. Мы на каждый центр получили сегодня новую, современную, качественную машину для оказания неотложной скорой помощи. Теперь нашим пациентам будет гораздо проще дождаться семейного доктора, гораздо проще и быстрее будет получить неотложную медицинскую помощь. И надеюсь, что от этого качества оказание медицинской помощи гораздо улучшится. Машина полностью укомплектована всем необходимым для оказания неотложной медицинской помощи. Обновление центров не закончится на этой партии спецмашин, а будет продолжаться и в будущем, надеются специалисты. Каждый центр пока получил по одной машине. Надеемся, это только начало и в следующем году количество машин будет увеличиваться. И наша каждая амбулатория будет оснащена современным автомобилем. И эти надежды не беспочвенные. Мы планируем еще купить 18 машин, чтобы по две машины было на каждый центр. И также купить машины для перевозки больных и закрепить их за стационарами. Оснащение уже полученных новых машин полностью соответствует требованиям современной медицины. Экипировка полностью согласна протоколу, чтобы можно было оказать первую помощь и, если необходима, помощь до транспортировки в стационар. Тут все необходимо, даже учитывая грипп, есть дезрастворы, поскольку, естественно, что... Это все, вот эти наборы шли, мы все закупали. Все закупали, все наборы закупали. Вот, электрокардиограф, он может работать в режиме телеметрии. Значит, если будет необходимость, его можно подключить и передать... Передать данные? Да, данные электрокардиограмму можно будет передать. А передать как они будут передавать? По... Это... Здесь будет какая-то... Беспроводная связь, да. Ну, какой-то Wi-Fi будет машина? Да, конечно, будет Wi-Fi машина. В каждом автомобиле есть электрокардиограф, пульсоксиметр, тонометр, глюкометр и офтальмоскоп, а также необходимые медпрепараты для того, чтобы на месте оказать первичную неотложную помощь и поставить диагноз. Мы решили создать коммунальное учреждение неотложной медицинской помощи, чтобы там на балансе стояли эти автомобили, чтобы была диспетчерская, был колл-центр для того, чтобы можно было организованно оказывать эту помощь. На весь проект было потрачено 6 миллионов 400 тысяч гривен. Оснащение 18 спецмашин обошлось в 3,5 миллиона гривен, рассказали чиновники. Рыцари в средневековых доспехах и сопровождающие их гномы появились утром в среду на артиллерийской 1. Представители Одесской ассоциации исторической реконструкции и фехтования «Тангар» пришли в департамент коммунальной собственности горсовета за льготной арендой. Напомним, реконструкторы более 10 лет занимали цокольное помещение на углу улицы Льва Толстого и Каретного переулка и платили за него 1 гривну в год. Однако по решению суда они должны покинуть арендуемую площадь до 15 января следующего года. Рыцари хотят продолжить свою деятельность и платить за помещение всё ту же гривну в год. Нынешняя акция и была обращением к чиновникам за продлением льготного договора аренды. Одесситы также напомнили, что входят в состав сборной Украины, которая через 4 месяца будет выступать на чемпионате мира в Сербии. В свою очередь в мэрии говорят, что заявление от реконструкторов принято и в ближайшее время будет рассмотрено. Сегодня было принесено заявление данной гражданской организации. Мы его рассмотрим и я думаю, что по данному вышеупомянутому адресу будет заключен договор аренды с громадской организацией, которая в дальнейшем получит на сессию льготы. До этого времени был заключен договор с ФЛП «Сытник», это физическая особая предприемница. Согласно изменению законодательства, в этом году мы не имели права им давать льготу. Поэтому возник долг и, соответственно, возникли судебные разбирательства с данным ФЛП по вопросу погашения долга за аренду. Есть такая новогодняя примета – праздник приходит лишь туда, где его с нетерпением ждут. Сегодня торжества пришли на центральную аллею Аркадии. Зеленый лужочек, зеленый лужочек, милый мой дружочек, Люблю я, люблю, хорошая девочка, хорошая девица, душа моя в весне. Яркое, незабываемое шоу, множество мастер-классов, вкусные угощения и, конечно же, подарки. Таким запомнится праздник в Аркадии маленьким одесситам. Сегодня в центре туристической Аркадии мы открываем елку. Огромное количество детей, смех, радость. Дети сегодня делали своими руками новогодние игрушки, получали сладкие подарки, учились разным новым, скажем так, технологиям, которые сегодня мы могли посмотреть. Скажем так, под новогодние праздники наши тоже партнеры нам сегодня показывали. Я думаю, что вот такие вот праздники, как мы сегодня делаем в Приморском районе, должны стать ежегодными. Изюминкой праздника в Аркадии стал огромный торт в виде рождественской звезды. В нем 150 килограмм. Я думаю, в принципе, все детки, которые здесь, имеют возможность его попробовать. Шоколад, мука, пищевые красители, это для декора у нас идут. Глазурь сверху мы украшили для украшения. Мы сегодня готовили. Готовить его недолго, так как коржи выпекаются все быстро. Надеемся, сегодня всем понравится наше угощение. Здесь каждый нашел себе занятие. Кто-то занялся изготовлением новогоднего венка, другие стали активными участниками занимательных опытов, а многие просто танцевали и веселились. А теперь нашу межную фото, как вон ту фото. В одну сторону, и теперь в другую. А теперь межную. Мне понравилось. Было весело, потом мы танцевали. Попробую торт и увидела еще елку, там представление. Брани, конечно, веселые, можно тут с друзьями гулять. Меня больше всего удивило, что в конце, ну, Дед Мороз появился, и концерт очень прикольный был. А еще мы тут с друзьями танцевали. Больше всего мне понравилось то, что... Поделились своими эмоциями и взрослые. Пришли мы сегодня сюда, потому что ребенку и ко мне очень нравятся все новогодние праздники, все, что с ними связано, мероприятия. Ну, и, конечно, они все заканчиваются подарками. В нынешнее время дети все в основном в гаджетах, это не секрет. И очень важно проводить с ними побольше времени, тем более на свежем воздухе. Поэтому такие мероприятия очень важны. Я бы хотел воспользоваться, скажем так, таким при новогоднем настроении всех нас, поздравить вас с Новым годом. Ну, и, конечно же, всех одесситов, детей с наступающим Новым годом. Пожелать, как мы в детстве привыкли, загадывать в новогоднюю ночь все наши сокровенные желания. Ну, и, конечно же, 1 января встать и увидеть, конечно, подарки под новогоднюю елочкой. Ну, и чтобы весь 2019 год был успешным. И, конечно, мирного неба нам над головой. Украинский балюсман, вековечный наш талант. Слава всей по силе и доставку, будет сало, будет все в порядку. Да и кабанчики роснуть, да и богатство нам дают. Шансы жили, как бочки в салі, чтобы не знали горя и печали. Непогода по региону привела к тому, что на сложных участках дороги за сутки застряли два грузовика и один легковой автомобиль. Для их вызволения потребовалась помощь спасателей. Сегодня в 3 часа утра за пределами села Вапнярка Лиманского района была оказана помощь по буксировке на пригодный для передвижения участок автодороги, застрявшего на обочине легкового автомобиля. Накануне утром у села Новоселовка на обочине автодороги Кропивницкий-Платонова застрял грузовик. Спасатели отбуксировали его на пригодный для дальнейшего движения участок. Днем такая же участь постигла грузовик близ села Оброчное. Пострадавших в результате происшествий нет. Из-за непогоды затруднено движение в четырех областях Украины. В Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Черкасской областях введены ограничения на проезд крупногабаритного и общественного транспорта. Предупреждают ГСЧС. И в завершении выпуска напомним, что показалось важным в этот день нашим корреспондентам. В стране объявлено об окончании военного положения. В целом, можем констатировать, что все же, скорее всего, целями военного положения были именно политические процессы, а не военные и не социально-экономические. Военное положение не будет продлено. Мы видим, что парламент разъехался, несмотря на то, что он должен был заседать постоянно в сессионном режиме. Депутаты уже принимают избирателей на этих заграничных избирательных округах, под теплым солнцем, в теплых морях и океанах. Поэтому продлить его некому. В Одессе прошло последнее в этом году заседание исполкома. Нам необходимо в 2019 год сделать решительный шаг на сформирование в парламенте Украины одесского лобби. Эту задачу мы ставим перед собой. Я хочу, чтобы народные депутаты, которые делегировала громада города Одессы и Одесской области, там объединилась неформально, а реально. И чтобы голос наших народных депутатов, в которые каждый избиратель вкладывает свои надежды о том, что Одесса будет представлена в высшем законодательном органе, она была действенной. Обо всех этих и других важных событиях дня мы расскажем в наших следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова